Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Поговорим сегодня о влиянии на людей, о том, как мы на друг друга влияем. На самом деле это такой вот очень важный момент, потому что вы наверняка видели это влияние всегда, когда вам говорят, что делать или как делать, или даже какое-то скрытое влияние, которое мы зачастую не видим, но чувствуем, что что-то происходит, а не знаем почему. То есть это скрытое влияние, оно на самом деле проявляется во многих сферах, и в сфере здоровья, и в психологии, и в отношениях. То есть бывает мы что-то вдруг делаем, хотя на самом деле осознанно не хотим этого делать. То есть можем наговорить каких-то плохих вещей, да, или обмануть, или даже украть что-то. То есть все это происходит с нами, но мы не знаем, откуда это идет. И вот когда мы начинаем углубляться внутрь себя, то происходит понимание, что влияние затрагивает какие-то вещи внутри нас самих. То есть на что-то влияет, и у нас это включается. То есть если у человека в детстве или даже в прошлой жизни были какие-то определенные травмы, то они остались в уме. И вот когда кто-то вам говорит какую-то фразу, например, «Иди, помой посуду», или «Пойди в магазин», или «Убери за стола», это может включаться. То есть включаться может быть, даже вы не увидите саму ситуацию, но может включаться агрессия, гнев, какие-то негативные эмоции, страх, боль и тому подобное. Вы просто почувствуете это, что что-то с вами вдруг поменялось. То есть вы почувствуете, что ваше состояние уже другое. То есть оно не такое, как то этого. То есть вы почувствуете, что-то вдруг… Я не хочу вдруг этого делать. То есть не хочется, и хочется нагрубить, оскорбить или убежать, или просто там, не знаю, просто демонстративно уйти. То есть все что угодно. И вот получается, вот один человек пытается оказать влияние на другого. Он говорит ему, что сделать. Бывает даже это правильная вещь. То есть она совсем не несет ничего плохого. А просто человек хочет, чтобы другой помог ему в чем-то. Не знаю, пошел в магазин или что-то купил, или помог помыть посуду, или развесить белье. Все что угодно. Но это вызывает определенное отторжение. И вот тут важно понять. В действительности, что вы хотите. То есть какое ваше внутреннее пожелание, внутреннее намерение. Если вы, например, хотите это сделать, то вы, конечно же, сделаете это. Осознанно, причем легко. А если не хотите, вы можете сказать, ну, там, знаешь, я делаю это позже, или там, вот не сейчас сделаю, когда у меня появится желание. То есть многие вещи на самом деле можно легко урегулировать путем общения. Если общение открыто, если вы можете рассказать о ваших чувствах, о ваших... Ну вот что у вас внутри реально. Вот мы когда говорим о том, что у нас внутри, то мы понимаем и себя, и другого человека. И это действительно такая практика исцеления. Поэтому прежде чем оказать на кого-то влияние, подумайте, будет ли это корректным влиянием. То есть хочет ли сам человек это, вы его можете каким-то вопросом направить, или задать ему вопрос так, чтобы он сам это захотел. Но без навязывания, тем более без какого-то жесткого навязывания, когда человеком манипулируют, или говорят, если ты это не сделаешь, я не буду тебя любить, или я там не сделаю что-то еще, или... То есть без манипулирования, а просто, чтобы оказывать влияние на других людей, важно донести свою информацию так, чтобы человек это воспринял. То есть корректно, осознанно, легко, то есть без нажима. То есть вы можете задавать вопросы, вы можете как-то направлять внимание человека, но делать это так, чтобы человеку самому захотелось это сделать. И делать это, конечно же, в хорошем состоянии расположения духа, то есть когда у вас самого состояние спокойствия, гармонии, счастья. То есть потому что если у вас негативные эмоции, то как вы будете оказывать влияние на людей? Вы только вызовите такую же эмоцию у другого человека, и ему не захочется вам помогать или что-то делать. Поэтому вот влияние, оно на самом деле очень многогранно. Или когда на вас оказывают влияние, посмотрите, с какой это целью делается. Человек хочет вам помочь, что-то подсказать, или просто манипулирует вами, пытается как-то управлять скрыто, только из корыстных побуждений. И когда вы научитесь это чувствовать, то вы будете делать вещи очень осознанно и правильно. То есть вы будете понимать, что вы хотите, что хочет другой человек, и как можно сделать так, чтобы каждый остался доволен, получил результат, и ему было действительно хорошо. Поэкспериментируйте с этим. Побудьте в честности. Почувствуйте, что вы хотите, что хочет другой. Поговорите об этом честно. С вашим мужем, женой, партнером, ребенком, родителями. С тем, с кем вы общаетесь больше всего. И вот поговорите открыто о том, что у вас на душе, что у них на душе. И вы увидите, что у вас многие вопросы просто отпадут. А вот эта необходимость оказывать какое-то скрытое влияние тоже отпадет. То есть вы будете просто честно и открыто говорить, чего вы хотите, а другой человек будет честно и открыто говорить это вам. И вот тогда будет достигнуто понимание. И, конечно же, когда сделаете практику, напишите в комментариях или в личные сообщения, как вам удобно. Все мои контакты будут под этим видео. И вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Если остались какие-то вопросы, то обращайтесь ко мне за бесплатной консультацией. Я расскажу вам подробнее, как можно улучшить ситуацию. Я вам желаю счастья, гармонии. И до скорой встречи в следующем видео. Продолжение следует...